В эти дни поздравления с юбилеем принимает автор восстановления в реестр пород СССР Карачаевской лошади, инициатор и руководитель конного восхождения на Эльбрус в 1998 году Клыч Гири Урусов. Патриарху карачаевского коневодства Клыч Гири Урусову 80 лет. Он, как и прежде, болеет душой за вопросы коневодства и охотно делится знаниями с молодежью. С юбиляром встретилась Алла Динаева. Скаковая лошадь? Вот они знают этот круг и не думают. А эти в горах, они должны думать, думать, думать и думать, чтобы выжить. Удивляешься, как эта лошадь внимательно слушает, будто понимает, что Клыч Гири Урусов ведет речь о них. И еще раз убеждаешься, что это очень умное создание. Известный и уважаемый в республике и за ее пределами Клыч Гири Урусов много лет занимался изучением карачаевской породы и знает о ней все и может рассказывать долго и очень увлекательно. Горбоносец с середины профиля, ну, к концу должен быть горбоносец. Лерообразный, то есть вырезан лерообразным таким, одна из формок красивых ушей. В системе племообъединения Клыч Гири Урусов проработал 13 лет, последовательно занимая должности от рядового зоотехника старшего главного, а затем за пределами Карачаева-Черкесии в Невыномыском межрайонном объединении был заместителем начальника, но стал рядовым зоотехником, чтобы восстановить карачаевскую породу, ее статус после забытия. Сегодня, оглядываясь назад, бывают моменты, когда переживаешь, что обделял семью вниманием материально, но когда берешь за основу что-то сделал, конечно, это не подлежит обсуждению, говорит Клыч Гири Урусов. Я бы вновь начал бы и прошел бы этот тяжкий путь, по новой повторил бы. Может быть, немножко умелее. Тогда я не умел, опыта не было. И там я себя осложнил. Я, когда начал заниматься восстановлением породы лошадей, себе наметил, что никаких авторитетов не подключать и никому, конечно, взяток не давать. Убедить, доказать, что такая порода есть, была, есть, будет. Что я достиг? Правда, в отличие от того, что я проработал, чтобы восстановить, я начал в 80-м году, а порода вошла в реестр пород СССР только в 89-м году. Это сложно. А я думал, в 85-м году это сделаю и уйду опять на вольные хлеба. Но, увы, Всевышний распорядился иначе. Сейчас Клыч Гириа Магомедовича часто приглашают посмотреть на различные пробеги на лошадях. Один из них в этом году пролегал из Урубского района на медовые водопады. Сто с лишним лошадей я их осмотрел, хотя был день очень тяжелый, холодный для меня. Да, кстати, хочу поблагодарить молодого человека, который надел на меня безрукавку, шубу. Я не сообразил спросить у него имя, фамилию, кого мне благодарить за эту телогрейку. Спасибо ему. Подобными поступками и выражается уважение и любовь народа к известному коневоду. Его знают жители не только нашего региона. Владимир Кулаковский ранее был мэром Железноводска, сейчас Владимир Викторович – председатель наблюдательного совета Ассоциации коневодства в России. Я отмечу, что он имеет большую заслугу перед карачаевским народом, ибо репрессированный народ, и он показал свою, я не знаю, каким словом это сказать, и он вывел ту породу лошадей, которую у него отняли в тот момент, когда репрессировали. Понятно, лошадей не увезли, сам он был депортирован в Кыргизию. И восстановили эту лошадь. Это пример другим нациям. Конезаводчик Виктор Хмара говорит, что пришел в день юбилея сказать Клыч-Гирю Урусову спасибо. Каждый человек в жизни оставляет свой след. Вот я считаю, что Клыч-Гирей проживает жизнь не зря. Я хочу ему пожелать долгих лет жизни, предстоящим юбилеем, чтобы мы еще встречались неоднократно и желали ему добра и здоровья. Член Союза писателей Москвы Саид Баев в день рождения юбиляра обратился к руководству Карачаевска с предложением. Чтоб стоял памятник из двух частей, ну композиции из двух. Значит, один человек, одна лошадь. Человек это, естественно, в своей знаменитой шляпе наш Клыч-Гири Магомедович. А лошадь одна из двух лошадей, Дауру и Хурзук, которые первыми вошли на Эльбрус рядом. Это был бы памятник очень значимый, очень нужный, очень важный, имеющий и воспитательный эффект для молодежи и так далее. Я бы просил, чтобы если кто нас будет слышать, люди, от которых это может зависеть, чтобы сделали такой памятник. Желательный при жизни Клыч-Гири Магомедовича. Верхом на лошади человек теряет дурные мысли, цитирует известного историка Льва Николаевича Гумилева Клыч-Гири Угрусов. И от себя добавляет, что человек, который с детства в седле на лошади, он теряет чувство страха, у него появляется чувство благородства, то есть уважения к лошади. А одно чувство перемещается в другое. Вот такую большую пользу приносит общение с этими благородными животными человеку. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Крачева, Черкисия.